Здравствуйте! Я получила новую посылку тканей и очень классного трикотажа. Хочу показать вам ее и рассказать о магазине тканей, о котором еще раньше не рассказывала. Магазин называется Текстилия, и, возможно, вы о нем уже ранее слышали. Он существует уже с 93-го года, как в формате нескольких офлайн-магазинов, так и в формате интернет-магазина с возможностью заказа ткани онлайн. Особенность Текстилья в том, что они представляют трендовые, модные, актуальные полотна ткани и трикотаж высокого качества, преимущественно с хлопковым натуральным составом. Еще от вас я часто получаю вопросы, зная ли я магазины тканей, в которых можно делать заказ небольшим метражом именно столько, сколько нужно. Если в офлайн-магазинах, в магазинах города мы можем попросить отрезать нам, например, 1 метр и 20 сантиметров, то в онлайн-магазинах такое делают редко. В Текстилье можно заказать отрез точно той длины, которой вам нужен. Так, минимальный заказ от 30 сантиметров. И дальше вы можете увеличивать метраж с шагом 10 сантиметров. Это очень удобно. В Текстилье можно делать заказ розничный, небольшого метража и оптовый. Кстати, очень много дизайнеров, локальных брендов, шоурумов заказывают материалы для своих коллекций именно в Текстилье, потому что, во-первых, там большой выбор, во-вторых, ткани, материалы трендовые, ну и, в-третьих, высокое качество. И сразу же хочу вас обрадовать, по промокоду SHYU SAMA вы можете получить скидку в 10% на заказ в интернет-магазине Текстилье. Цены на сайте и так достаточно доступные, низкие, а с промокодом будет еще приятнее. Мне доставили заказ службы доставки с ДЭК. Можно выбрать другие, альтернативные, удобные для вас способы. Первый отрез моего любимого цвета, молочного. Это трикотаж GRC, который на сайте называется EMMA. И он в составе имеет вискозу и нейлон. Очень плотный, упругий, хорошо держит форму, но при этом тянется и легко возвращает первозданный вид. Очень нежный и приятный. И отлично подойдет для огромного спектра различных изделий. Это может быть и платье, например, платье-футляр, которое будет иметь хорошую посадку на фигуре. Если вы сошьете платье более свободного, прямого кроя, то оно будет классно держать форму из этого GRC. Не будет подчеркивать какие-то очертания или рельеф одежды, белья, которые находятся под изделием, под платьем. Ну а если вы предпочитаете более облегающие силуэты, то этот трикотаж тоже отлично подойдет, потому что он имеет немного утягивающее, моделирующее свойство. Все благодаря переплетению и нейлону, нейлоновым волокнам в составе. Их немного, преобладает здесь все-таки вискоза, но нейлон дает полотну износостойкость, прочность и вот ту самую упругость и сохраняет форму. Для себя я сделала вывод, что идеально, когда в трикотаже сочетаются натуральные волокна и синтетические. Чисто натуральные волокна не всегда практичны, потому что часто такой трикотаж растягивается, вытягивается, например, в локтях, коленях и затем не принимает первоначальную форму. Но если в составе есть небольшое содержание синтетических волокон, эластана, нейлона, полиэстера, то трикотаж по свойствам становится намного лучше и практичнее. Раньше я немного избегала джерси, потому что в офлайн-магазинах, магазинах моего города, не всегда встретишь джерси хорошего качества, он пеленгуется, то есть образуются катышки, а я такое совсем не люблю. Вот этот джерси Эмма из текстилей не пеленгуется, то есть вы сошьете изделие и можете носить его годами. Оно будет выглядеть идеально, как в первый день. Еще из этого материала можно шить жакеты, кардиганы, брюки, юбки-карандаш, прямые юбки, спортивную форму и даже худи с джокерами. На мой взгляд, тот же самый худи будет выглядеть более шикарно, более утонченно, если вы его сошьете из плотного джерси. Все-таки футер, на мой взгляд, выглядит более расслабленно в том же самом худи, более повседневно по сравнению с джерси. Многие боятся делать заказы онлайн в интернет-магазинах, потому что не могут пощупать ткань и сделать выводы. Но есть пара моментов в характеристиках материала, которые вам достаточно понять, чтобы с легкостью и с уверенностью делать заказы онлайн в интернет-магазинах. Первое, это, конечно же, состав, волокна, которые входят в состав материала, синтетические либо натуральные. И второй момент, это плотность. Обращайте внимание на эту цифру. Чем меньше цифра, тем меньше плотность, то есть тем более тонкий материал. Вот у этого джерси плотность 440 грамм на метр квадратный. Это плотность такой хорошей, добротной костюмной ткани. Полотно не просвечивает, поэтому если вы шьете платье или же расслабленный жакет, блейзер, можно не использовать подкладку. И оно имеет одинаково красивую лицевую сторону и изнаночную. То есть материал фактически двусторонний. Я заказала 2 метра джерси, пока не решила точно, что буду шить. Возможно, это будет платье, а возможно, мягкий, комфортный жакет без подкладки. Следующий отрез немного нетипичный для меня. Обычно я выбираю более спокойные, нейтральные оттенки. А вот здесь я увидела красивый фактурный твит и не смогла пройти мимо. Этот твит называется на сайте Терса. Ярко-розового, но в то же время благородного розового цвета. На сайте этот твит представлен в различных оттенках. И бирюзовый, и бежевый, и серый, насколько я помню, и черный. Я вам советую лучше перейти на сайт и посмотреть на цвета. Уверена, вам тоже очень сильно понравится. Плотность у этого твита средняя, 385 грамм на метр квадратный. Это практически та же плотность, что и у Джерси похожая. И этот твит не рыхлый, не полупрозрачный. При растяжении не появляются просветы, как у твитов в стиле Шанель. Он более плотный, но в то же время пластичный, мягкий, легко драпируется, образует красивые волны. И из этого вида можно шить, конечно же, жакеты, блейзеры. Можно шить юбку, юбку-карандаш, юбку трапециевидного силуэта, брюки, жилетки, ну и, конечно, платье. Лицевая сторона рельефная, фактурная. Видны переплетающиеся волокна, нити. А вот изнаночная сторона более ровная и гладкая. В составе здесь 70% полиэстера и 30% вискозы. Благодаря вискозе полотно тактильно приятное, очень гладкое, очень нежное. Поэтому телу будет комфортно. А полиэстер делает полотно более износостойким, прочным. И еще благодаря полиэстеровым волокнам в составе у внешних нитей есть небольшое, еле заметное сияние. То есть вот розовые нитки и особенно бирюзовые немного переливаются. Это не сильно заметно. Если смотреть на полотно издалека, то вы этого не увидите. Но вот это легкое сияние сделает ваше изделие, например, жакет или юбку, живым и играющим. Кстати, на сайте Текстиле для каждого полотна, для каждого материала на странице ткани вы можете найти рекомендации по уходу, по стирке, по глажке, по утюжке материалов. Это очень удобно, потому что иногда не знаешь, можно этот материал стирать при определенной температуре и на конкретном режиме или нет. А там все расписано. И поэтому в будущем ухаживать за изделием вам будет легко. Следующее полотно снова трикотаж и оно имеет необычную лицевую сторону с имитацией кос. В действительности переплетение намного более мелкое. С изнаночной стороны вы можете это увидеть. Изнанка более гладкая и ровная. А вот лицевая сторона рельефная и косы достаточно крупные, шириной примерно сантиметр. Этот трикотаж на сайте Текстиле называется Эльза. Я заказала в сером оттенке, но это не простой серый, а немного меланжевый, чуть более сложный, чем обычный серый оттенок. И поэтому выглядит очень интересно и естественно, как будто его действительно связали. В составе здесь 50% вискозы, и это очень-очень хорошо. В изделии из этого материала будет суперкомфортно, особенно осенью и зимой. Из этого трикотажа можно сшить костюмчики, двойку, например, кофточку и брючки, штанишки или кардиган. Можно сшить также уютное платье или водолазку. Также хороший вариант в качестве жилетки для создания многослойных образов. И у этого трикотажа плотность 360 грамм на метр квадратный. Примерно по плотности, похоже на джерси и на твит, который мы только что смотрели, но немного-немного тоньше. Это практически незаметно на ощупь. Кстати, косы здесь идут поперек кромки, то есть вот здесь кромка, а косы располагаются в другом направлении. И материал тянется именно в направлении кос, поэтому это нужно учитывать при раскрое. То есть изделие из этого материала нужно будет кроить не подолевой, не вдоль кромки, а поперек. Это нормально, такое тоже бывает, в этом нет ничего страшного. Поэтому не бойтесь кроить из такого материала. Кстати, из него очень удобно шить именно новичкам, потому что он очень простой, податливый, легко кроится. Он стабильный, несмотря на то, что это трикотаж. Поэтому можете смело приобретать это трикотажное полотно. Кстати, на сайте Текстиле есть различные оттенки трикотажа Эльза. И они все такие необычные, неоднородные, с небольшим сиянием. И именно благодаря этому они выглядят более объемно, более фактурно и сразу притягивают взгляд. Я пока не решила, что буду шить из этого трикотажа. Возможно, сошью для ребенка зимний костюмчик, а возможно, оставлю себе и сошью кардиган или жилетку. А еще можно шить сарафан и надевать, например, поверх водолазки, лонгслива или рубашки. Тоже классный вариант. Будет очень комфортно, но в то же время красиво для зимы. Вы, наверное, все знаете и видели костюмчики вязаные. Макси-платье или свитер с юбкой. Или костюмы-двойки свитера с юбкой, свитера со штанишками. Они мне всегда нравились визуально, но я все-таки их не покупала, потому что боялась, что они будут достаточно плотными, объемными. А мне не хотелось создавать излишний объем под верхней одеждой. Вот из этого трикотажа получится в меру теплый, в меру плотный, но при этом необъемный костюм, который не будет доставлять вот этот дискомфорт большого толстого слоя под верхней одеждой. Хотя при этом фактура и внешний вид лицевой стороны трикотажа создает ощущение, что изделие очень объемное. Кстати, в составе здесь помимо вискозы есть еще и террилен. Возможно, вы еще не слышали о таком волокне. Это синтетическое волокно, но качество намного выше, чем обычный полиэстер. Полотно с терриленом в составе еще более приятное на ощупь, но при этом еще лучше сохраняет свою износостойкость. Следующий отрез снова белого цвета, и это не все из белого на сегодня. Это необычная ткань. На сайте ткань называется «Лен Венеция», но это не простой лен. Полотно намного более мягкое, комфортное, нежное, шелковистое по сравнению с обычным классическим льном. Дело в том, что в составе здесь 50% льна, а остальные 50% это вискозы и хлопок. Это просто идеальнейший вариант льна, идеальнейший состав, поэтому если вы раньше избегали лен в силу его жесткости, возможно, грубости, то вам обязательно нужно попробовать вот этот лен. Его плотность 220 грамм на метр квадратный, и эта плотность практически в два раза меньше, чем от GRC, который мы с вами смотрели в самом начале. Эта плотность идеальная для блуз, для рубашек, для брючек и даже жакетов. Жакет мы дублируем, поэтому из этой ткани получится очень комфортный жакет. Ткань имеет необычную поверхность. Кстати, она одинаковая с изнанки и с лицевой стороны, что очень классно. И на поверхности прослеживаются волокна более тонкие и более акцентные толстые нити. Они между собой пересекаются, и это происходит по всему полотну, что делает ткань более фактурной, более необычной. Я впервые вижу лен подобного внешнего вида, и выглядит это очень-очень интересно. Это полностью натуральное полотно, поэтому оно будет сминаться, и это нормально. Но это необычное переплетение. Шероховатая поверхность с утолщением нитей скрывает помятости, и поэтому вы в изделии из этого льна будете выглядеть отлично даже в конце дня. Я хочу сшить из этого льна рубашку. Мне кажется, это идеальный вариант для любого сезона, в том числе и для осени, и для зимы. Рубашку можно носить отдельно, можно носить под жакетом, под свитером, под жилеткой. Она в меру плотная, в меру тонкая, поэтому идеально будет и для многослойных образов. У этого льна есть много других оттенков цветовых решений на сайте текстиля, поэтому переходите в магазин, посмотрите. Уверена, вы найдете свой тот самый оттенок льна. Это тот самый идеальный лен, в котором сплелись натуральные волокна льна, хлопка и вискозы. Поэтому лен такой мягкий, гладкий, приятный на ощупь, очень приятный к телу. И поэтому вы можете сшить из него одежду, которая буквально прилегает к телу. Раньше я избегала лен для пошива рубашек, платьев, сарафанов и использовала только для верхней одежды, для жакетов, либо для брюк. Но вот этот мягкий шелковистый лен я обязательно буду использовать для пошива блузки, рубашки. Кстати, посмотрите, как он классно сочетается с предыдущим отрезом трикотажа. И если сшить, например, изо льна рубашку, блузку, то сверху можно будет надеть кардиган, жакет или жилетку из этого вязаного трикотажа с косами. Будет выглядеть очень красиво. Когда я выбирала ткани в интернет-магазине Текстилья, я подбирала сочетаемые между собой материалы. То есть я выбирала уже сразу образами. Но когда ты делаешь заказ онлайн, то не всегда понятно, будет ли одна ткань сочетаться с другой. У Текстилья есть такой классный сервис подбора тканей, где вы можете собрать целый образ и увидеть, насколько ткани между собой сочетаются, насколько образ получается гармоничным. Сервис называется Дизайн Текстилья. Вы можете найти его прямо на сайте. И там вы добавляете желаемые ткани, выбираете изделия. Там есть прямо шаблоны изделий. То есть у вас получается такой лукбук прямо на сайте. И вы его даже можете выгрузить, сохранить себе в картинках. И на этой картинке также будут указаны артикулы материалов, что очень удобно. Кстати, если вы создаете свою коллекцию, хотите открыть бренд одежды, вот это решение, этот сервис для вас будет большой находкой, потому что вы сможете прямо в режиме онлайн скомбинировать между собой полотна, посмотреть, как вырисовывается ваша коллекция или, возможно, капсула. И в результате вы получите именно то, что желали. По-моему, это очень удобно. Следующий материал. Костюмная ткань Шарлотт. Мягкое, но в то же время плотное полотно с красивым узором пьедебуль или гусиная лапка. И здесь сочетание белого молочного и зеленого такого шалфейного цвета. Я когда увидела эту ткань на сайте, не смогла пройти мимо и хотела заказать еще в других оттенках. У этой ткани есть, по-моему, пять вариаций различных. Очень классное сочетание еще с голубым, с бежевым. Но я выбрала вот этот зеленый. Я хочу из этой ткани сшить жакет. Получится очень нежный и мягкий жакет. Но также из костюмной ткани Шарлотт можно сшить платье. Будет тоже очень классно. Или, например, плотную рубашку. Для осенне-зимнего периода самое то. Также будет классным вариантом сшить из этой ткани брюки или юбку. Это изделие станет акцентом, но в то же время сдержанным. Потому что цветовое решение здесь не яркое, а более благородное и спокойное. Поверхность у этой ткани неоднородная. Она более жаккардовая. Тактильно это ощущается. А визуально вы можете увидеть такие диагональные полосы, как рубчик. Очень-очень крупный. Что делает материал еще более необычным. Здесь 290 грамм на метр квадратный. И по составу 45% вискозы, благодаря чему полотно очень нежное и мягкое. И остальное это синтетика, полиэстеровые волокна. Этот материал снова оказался двусторонним. У него одинаково красивая и изнаночная и лицевая сторона. Это тоже можно использовать в изделиях. И последний отрез. Снова в белом молочном оттенке. Костюмная ткань, которая называется София. У этой ткани есть множество различных цветов на сайте текстиля. Наверное, больше 10. Поэтому вы точно найдете какой-то цвет для себя, для своего образа. И это, наверное, один из идеальнейших вариантов костюмной ткани. Почему? Сейчас расскажу. Во-первых, состав. В составе вискоза, что делает полотно нежным, шелковистым. Все, как мы любим. И, во-вторых, полиэстер, что делает полотно износостойким, более прочным, долговечным. В составе также есть 2% эластана, благодаря чему костюмная ткань немножко тянется, не как трикотаж, а совсем чуть-чуть. И это делает полотно изделия, которое вы сошьете в будущем, более комфортным. Например, если вы сошьете платье, то оно будет немножко тянуться. И в этом изделии будет намного более комфортно, нежели если платье сшито из плотной, сухой, не эластичной ткани. Вам будет легче поднимать руки, двигаться, тянуться и просто жить, если сшить платье вот из этой ткани с небольшим процентом эластана в составе. Ткань идеально подойдет для платьев, как я уже сказала, для костюмов, для брючных костюмов, для жакетов, просто идеальный вариант. Ткань образована диагональным переплетением в рубчик, выглядит это очень роскошно, благородно. За этой костюмной тканью будет легко ухаживать, ее приятно шить, поэтому если вы искали костюмную ткань для жакетов, для брюк, для юбок, то я вам очень-очень советую попробовать вот эту костюмную ткань Софи Экс. В общем, мне очень понравилась эта ткань, очень-очень качественная, великолепный внешний вид, поэтому я, пожалуй, закажу на сайте еще в нескольких оттенках. Кстати, на сайте Текстильи помимо фото тканей, материалов, вы можете найти и видео. Вам нужно просто пролистать галерею, и практически у каждого материала есть видео, в котором консультанты показывают ткань, рассказывают о ее свойствах. Вы можете увидеть, как ткань ведет себя, как она выглядит в движении, и вам будет намного легче принять решение. Еще у них есть YouTube-канал, где собраны все видеообзоры этих тканей. Прямо для каждого материала отдельное короткое видео, поэтому можно посмотреть там. Ссылку на YouTube-канал оставлю обязательно внизу. И еще одна небольшая рекомендация для тех, кто только начинает погружаться в тему тканей. Для тех, кто еще немножко не уверен в составах материала, какой материал для чего подходит, я вам посоветую перейти в блог на сайте Текстильи, потому что они пишут очень познавательные статьи о разных видах материалов. Какой материал, какая ткань, для каких изделий подходит, какие у нее свойства, что от нее ожидать, как за ней ухаживать, и много-много другой полезной информации о тканях. Ссылку на интернет-магазин Текстильи, YouTube-канал, блог и другие социальные сети вы найдете в описании под видео. По промокоду SHYU.SAMA вы можете получить скидку в 10% на заказ в интернет-магазине Текстильи. Промокод на скидку можно будет найти также в описании к видео. Благодарю вас за просмотр. Напишите, пожалуйста, в комментариях, на какую тему вы хотели бы увидеть в следующие выпуски. Пошив каких изделий, может быть не пошив, а что-то другое. Буду ждать ваших мнений в комментариях. Желаю вам хорошего дня, до встречи в следующих выпусках.